Всем привет, дорогие друзья! Зачитаю сегодня интереснейшее письмо, которое прислали подписчики. Разберем его по ходу самого повествования. Очень интересное. Расскажу немножко так с юмором. Поехали! Так. В доме моих родителей, где раньше жила, появился молодой человек, который настойчиво претендовал на статус моего партнера, то есть любовника. Короче, это сон, который приснился подписчице. И вот она делится этим сном. Но в этом сне очень много мистических элементов, которые указывают на то, что на самом деле это вообще не сон. Это довольно серьезное откровение, которое нужно понять, осознать и использовать для личного развития. Дальше. Еще раз зачитаю. Настойчиво претендовал на статус моего партнера. То есть, по сути, суть заключается в том, что в доме родителей, где она жила, появился молодой человек, который всячески ухаживал за ней. Я сопротивлялась из моральных и нравственных соображений, из страха, что это расстроит мой брак. Но она при этом находилась в браке. Ну, это понятно. Трудно быть честной до конца, но не могу сказать, что ухаживания мне были неприятны. Призвала мужа на помощь, и мы вместе с ним затолкали непрошенного гостя в подвал и баррикадировали выход. То есть, скинули его в подвал, закидали всем, чем только можно было, всяким хламом, тряпками. Закрыли дверь, повесили много замков, подставили швабру, чтобы тот не вырвался уже. Вот так вот его ногами запихивали. Ну, а как же без этого? Непрошенный гость. Вот так иногда его в подвал прям. Но мужчина оттуда выскакивал, разрушая все преграды, несмотря на невысокий рост, щуплое телосложение, как будто так было неоднократно. Считая его злостным рушителем, попросила вызвать полицию. Считая, что таких людей необходимо изолировать, ведь он ведет себя как преступник. То есть, ухаживание, вот, да, это преступление в наше время. Поняв, что предпринятые усилия справиться с ним напрасны, проявила хитрость, навредила себе и упала в обморок, будучи уверены, что это остановит этого молодого человека. Вот так вот. Дальше. Каким образом навредила себе, не помню. Тут картинное воспоминание нечеткое. Кажется, бросилась вниз в подвал, переживая, что не обладаю такими знаниями, ой, способностями, как этот мужчина, и могу разбиться. Да, то есть, сначала этого молодого человека запихивали, закидывали там всякими, всякой старой мебелью, мешками с мусором, и закрывали дверь на замки, чтобы тот не вырвался. Потом приехала полиция, полиция его била, ногами пинала, чтобы тот пришел в чувства. Потом она решила, я своими словами объясняю, потом она решила сделать вид, чтобы потеряла сознание, и чтобы она стала от нее уже, наконец-то. Но при этом, то, что произошло дальше, является на самом деле самым ценным, самым мистическим, мистичным. В бессознательном состоянии видела много звезд на небе, среди которых заметила следы от обуви хулигана, и над ними цифра 50. Так. И вот здесь вот уже самое ценное. Видение неба и видение отпечатков стоп, по сути, это отпечатки лотосных стоп. Ну и, естественно, хулиган, кто же еще как не Кришна-аватар? Все дело в том, что отношения, связанные с, как бы сказать, таким вот эротическим подтекстом, он очень откровенно присутствует именно в традиции индуизма в связи с Кришна-аватарой. И мы помним, да, что у нее было там 16 108 жен, и на самом деле у него было очень много за ним всячески ухаживали гопи. Гопи – это пастушки из окружающих селений, поселков, городов. И вот они все приходили на какие-то там праздники, какие-то, знаете, местные там фестивали, которые проводились среди, в окружении Кришны, его друзей и так далее. То есть, каждая из гопи стремилась получить благословение Кришна-аватара, зная, что это все-таки воплощение Господа. Вот. И, естественно, ну, вайшнавы стараются скрыть эту тему, да, всячески позиционируя, что Кришна-аватар, да, но мы понимаем, что те же самые 16 108 жен и, как они называются, раса лила, так называемая, да, когда они танцевали, когда Кришна проявил сразу много своих форм и танцевал со своими подружками до самого утра, да, это все-таки несет элемент и определенных взаимоотношений. Это нужно учитывать. И само по себе вот это вот внимание, которое было проявлено, к сожалению, вы не осознали. На самом деле, вот этот вот молодой человек это ваш Иштадевата, ваше божество-покровитель. Почему он проявился у вас в доме? На самом деле, он не проявился, он всегда с вами был. Но проявился он, почему он не проявился раньше? Потому что вы в силу, скорее всего, невнимание к своему духовному развитию, не занимались саморазвитием и, соответственно, просто теряли время. И поэтому Кришна не смог проявиться, само божество не могло проявиться, но он всегда был с вами. Иштадевата никуда не уходит. Мы его можем не видеть, но не видим мы его только лишь потому, как бы это выразить, что мы находимся в нечистом состоянии и просто не способны его воспринимать. Вот в таком формате нужно и понимать. Он всегда был. Почему именно интерес вот такой вот с позиции любовника? Все дело в том, что я объясню, это на самом деле, многие этого не понимают, но на самом деле в Савадистане у нас больше всего энергии, тем более у женщины. И как еще можно зацепить женщину, как если не зацепить ее женскую силу? Скажу вам по секрету, хотя это не секрет, на самом деле все йоги, все мистики, все какие-то практики, они все приходили на путь йоги. Знаете, с какого учения? С учения тантры. Да, оно у нас на территории, допустим, России находится в таком кривом, ужасно неправильном, искаженном состоянии, но даже в этом состоянии учение тантры так называемое. Да, оно ложное. Но даже в этом состоянии оно несет силу. Даже в искаженном состоянии оно несет силу. И даже подобное состояние, когда мы сталкиваемся с этой энергией, она нас будит. И вот Кришна целенаправленно цепляет за те энергии, за те места, где у нас больше всего энергии. Ради чего, друзья? Ради того, чтобы пробудить нас. Обратите внимание, это сновидение полностью перевернуло мировоззрение данной подписчицы. То есть, она же не просто так написала. У нее до сих пор внутри подобный интерес, он какой-то остается. А мы его, соответственно, ногами в погреб закидали мусором божество Кришну в форму Нараяны, высшую форму божества. Высшим нету. Мы его ногами, да, мы его прям вот так вот в погребе должен находиться. На самом деле, когда мы опускаем кого-то в погреб, в подземелье, это указывает на то, что мы меняем ему судьбу в худшую сторону. Это неразумно, тем более относительно Иштадеваты. То есть, если мы... Иштадевата связан с верхними центрами. Если мы совершаем преступление против Иштадеваты, скорее всего, мы обречены на падение. Я думаю, никто не желает этого. Но если так себя вести и продолжать, то относительно Иштадевата лучше ну как-то не перечить. Вот. Имеется в виду... Здесь... Смотрите, друзья. Здесь как бы подразумевается не перечить не в том плане, что нужно идти на какие-то уступки там, поскольку божество явилось и требовало каких-то отношений. Нет. На самом деле сознание подписчицы находилось на уровне свадистана чакры. Вот. И она видела именно отношения с этим божеством на том уровне, на котором сама находилась. Но если бы ее сознание находилось на уровне сердечного центра, то сновидение, в котором бы она увидела это божество, как бы было бы совершенно другим. Оно бы несло элементы, связанные с материальным миром более возвышенного порядка. Да. Там не было бы речи о отношениях. А если бы ее сознание находилось на уровне аджна чакры, она бы непосредственно увидела божество. Да. Потому что те люди, у которых сознание находится в области третьего глаза, они видят божеств. Они могут общаться с божествами, они путешествуют в божественные миры. Вот. Если мы видим вокруг себя только интимные отношения любовников и так далее, то это говорит о том, что мы находимся на уровне свадистана. Все. Но это не критика ни в коем случае. То есть, если мы, допустим, часто испытываем приступы гнева и очень много любим работать, да, то это говорит о том, что мы находимся на уровне муладхара чакры. Вот. Гневливость, раздражительность, это вот муладхара чакра. Роботоспособность. Вот. Когда мы заинтересованы в какой-то излишней интеллектуальной деятельности, когда очень много любим читать, писать, изучать, вот так вот, то это связано с манипурой чакрой, с пупочным центром, с деятельностью нашего интеллекта. Это говорит о том, что наше сознание находится на уровне манипура чакры, пупкового центра, ну и так далее. Вот. Дальше зачитываем. То есть, я надеюсь, я уже смог прояснить, что эти следы, следы от обуви, это на самом деле отпечатки лотосных стоп Кришна Аватара были. Вот. Цифра 50, которая была над обувью, это указывает на то, что скорее всего, раз проявилась эта обувь, скорее всего, помните, я записывал видения, связанные с божественной личностью, которую можно видеть в духовных мирах. Ну, я для себя его называл Аватар. Вот. Скорее всего, раз проявилась цифра 50, возможно, что в нашей жизни он проявится, когда либо нам будет 50 лет, вот, либо, возможно, когда ему будет 50 лет. Вот тут уж не знаю, тут надо спрашивать интуитивно, как эта подписчица она чувствовала, да, что эта цифра имеет отношение. Хотя, наверное, раз обувь этого, этой божественной формы была, да, то, скорее всего, к нему имеет отношение, ну, кто знает. Так. Произошло, как будто, озарение, что он посланник с небес. После этого заметила созвездие, которое радостно поприветствовало меня, как знакомое. Сейчас объясню это. Здесь, смотрите, видела много звезд на небе, среди которых были следы обуви. На самом деле, видение звезд, у меня также были, я опишу вот все эти события. Дело в том, что я с самого детства также получал подобные мистические видения, откровения, и в своих детских снах я постоянно подходил к окну в доме, мы жили на пятом этаже, и я стоял всю ночь, я стоял в состоянии сновидения перед окном и смотрел на ночное небо, и общался со звездами, передвигал своим сознанием звезды, и выстраивая из них рисунки в своем детском воображении. То есть там, я помню, рисовал и домик, и рисовал, ну, представьте себе, там, ребенка 4 годика, ну, что он может нарисовать? Ну, что-то простое, солнышко в небе, тучку, деревце, котика под деревцем. Вот я рисовал такие довольно простые рисунки, вот, но мне удавалось, да, я их рисовал из звезд, я собирал звезды со всего неба и выстраивал эти звезды таким образом, что они были, выглядели в форме, там, квадратика такого, квадратика, да, окошко, крыша, соответственно, труба и дымок даже шел, вот, то есть это картинка живая была, и все звезды подчинялись, да, и у вас подобные видения были. Видите, как бы, что, кстати, за последнее, наверное, ну, за последнее время существовало меня канала, я всего лишь несколько человек встречал, у которых были подобные откровения, это очень хороший знак, на самом деле, очень хороший знак, это говорит о том, что, ну, во-первых, раз божество или посланник с небес, как вы его назвали, явилось, явился в вашем случае, это говорит о том, что у вас очень сильное божество-покровитель, это раз, во-вторых, во-вторых, у вас это божество должно быть дома на алтаре, у вас должна быть духовная практика, это два, в отношении того, что вы видели звезды, могли с ними общаться, и одно из созвездий вас поприветствовало, как будто бы вы его знали, а оно вас знало, то, скорее всего, вы пришли из этого созвездия, либо из одной из вселенных в этом созвездии, это три, да, то есть, ну, это неспроста, вот эти вот подсказки, они как бы не просто так проявляются, придя в себя, увидела, что сижу в подвале напротив мужчины, он выглядел уставшим, отстраненным или растерянным, внешний вид напоминал знакомого из юности парня с волосами до плеч, да, то есть, внешний вид напоминал знакомого из юности парня с волосами до плеч, вот, скорее всего, это собирательный образ, это символ, как и в самом начале, так и в самом конце, очень неопределенный, как бы, внешний образ, да, то есть, скорее всего, этот образ был взят из нашего ума, и, как вы сказали, посланник с небес, из энергии нашего ума создал наше сновидение, в котором мы все это видели и осознавали. Так, я рассматривала посланника и недоумевала о его бедном внешнем виде, о том, что ничего не достиг, что ничего не достиг в жизни, это мой пунктик, да, ну, в смысле, она имеет в виду, что, как бы, мужчина должен достичь всего в жизни, но это, на самом деле, по-моему, это все женщины так стремятся, да, то есть, мужчина должен из себя чего-то представлять, если он ничего не представляет, тут, ну, как бы, мужчина, чего он тогда стоит, вот, ну, это нормальный женский подход, почему нет, вот. Поинтересовалась о размере обуви и услышала ответ 50. Показалось, что он не знает о себе ничего. Чувствуя веру в звездное небо и то, что увидела там, вышла из подвала и попросила, чтобы отменили вызов в милицию, да, то есть, она отказалась уже от помощи полиции, сказала мужу, вот, что, чтобы тот не волновался, вот, что она со всеми вопросами разобралась, вот, и причин особых для волнения нет, да, то есть, видите, она в состоянии сновидения, она прояснила для себя суть, суть данного знака, суть данного благословения, и на самом деле, помните, я зачитывал в одном из предыдущих роликов относительно знаний, связанных с аватаром, я точно так же, как и вы, дорогие друзья, в сновидениях часто вижу, что эта личность, эта божественная личность, она придет из самых-самых низов, вот, и для всех нас это будет очень большим испытанием, и, к сожалению, это испытание большинство не пройдет, а непрохождение подобных испытаний автоматически является, ну, как бы это выразить, так вот, неспособностью пройти экзамен на какую-то избранность, да, то есть, скорее всего, вот, поскольку мы живем на стыке эпох, то, скорее всего, те, кто не проходят испытания, осмелюсь так предположить, исключительно мое мнение, то те, кто не проходят подобные испытания, они остаются в прошлом веке, в Кали-юге, поскольку в нынешнее время, согласно определенным пророчествам, начинается золотая эпоха, золотой век, то, скорее всего, те, кто подобные испытания проходят, они переходят в век будущий, те, кто не проходят, они сваливаются в Кали-югу и, соответственно, дальше падают в нижние миры, но, ну, есть такие знания, что в Кали-югу на самом деле очень велика, очень велик процент душ, которые падают в нижние миры. Об этом говорят многие святые, хотя говорят, ну, святые, духовные учителя из Индии, хотя говорят это украдкой, потому что, ну, никто, естественно, не желает говорить правду обществу, потому что общество крайне болезненно это воспринимает, но, к сожалению, этот факт есть. мы живем крайне греховной жизнью и, соответственно, с такой греховной жизнью, да, когда у нас там по 10 абортов, по 5 детей на стороне живут, и мы как отцы, допустим, не заботимся о своих детях. Вот, это я такой самый-самый распространенный пример, да, где мир, где правит воровство, ложь, алкоголь, наркотики и так далее, естественно, из этого мира, ну, как бы, на небеса путь вряд ли откроется, вот, без каких-то особых усилий, а чтобы были особые усилия, это нужна духовная практика. Дальше она пишет, после слова заметила, что рядом с домом, где недавно сняли квартиру, стоит несколько знаний под номером 50 с дробями, это в Питере, два раза потерялось сознание, так, и встретила парня из юности, на которого был похож посланник, это в Беларуси, ну, может быть, в Беларуси, я вот честно, я не могу сказать, у меня, в моем случае, допустим, вот эти знания скрыты от меня, я как ни пытался, я уже устал даже пытаться, как бы, меня вот раньше просили, я там старался, старался, но какие-то элементы проявляются, но я так понимаю, что это, вот, видение, конечно, классное, красивое, с данной божественной личностью, но, вот, по крайней мере, я могу хоть туда добраться, к сожалению, многие ребята, друзья пишут, что у них даже такого нет уровня, так, но, собственно, все, сказать, где возможно, это будет в Беларуси, может и в Беларуси, почему нет, очень хорошая страна, Беларусь, вот, кто именно, тоже не могу сказать, даже каких-то, ну, некоторые элементы я замечал, да, то есть, особая мощная светимость, всевозможные элементы, ну, это, короче, на канале все есть, вот, кому интересно будет, поищите, там, целый, целый, целый плейлист, связан с, аватаром, вот, видения, связанные с аватаром, очень интересные видения были, я их так потихонечку коллекционирую, стараюсь делиться, естественно, видений намного больше, но я рассказываю то, что общество, по крайней мере, может принять, потому что есть видения, которые общество будет будоражить, я не хочу каких-то провокаций, и я считаю, что нужно обществу, вот, быть частью общества и способствовать развитию общества, а не каким-то образом приводить в состояние конфликта, провоцировать, провокации какие-то создавать, вот так вот, вот, еще раз хочу сказать, друзья мои, это иштадевата, это явление иштадевата, проблема, основная проблема заключается в том, что нет духовной практики, вот, и в силу того, что уровень энергии довольно слабенький, мы находимся на нижних центрах, и потому сам сон, он проявился таким образом, в виде там любовника, ухаживания, подвалов, полиции и так далее, была бы духовная практика, вы бы по-другому все это увидели, и там отношения были бы совершенно другими, да, вот, не стоит так вот воспринимать это именно как вот, ну, мы же человеческие существа, божества вряд ли будут приходить на землю ради такого, как-то так, все, всем спасибо, сегодня был такой выпуск, немножко с юмором, вот, поэтому, друзья мои, не бейте аватара, не засовывайте его в подвал, не бейте полицейскими дубинками, потому что, ну, собственно, место Кришны на алтаре, в нашем доме, в нашем сердце, вот, тогда будет успех и будет прогресс и развитие, все, всем спасибо, пока-пока.